Казанский федеральный университет участвует в создании научно-образовательного центра мирового уровня. Аспирант КФУ вошел в список журнала Forbes. В общежитиях продолжается раздача продуктовых наборов. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в субботу на традиционном еженедельном совещании с участием президента Татарстана Рустаму Мениханову предложил включить в ВУЗ в республиканскую программу поддержки системообразующих предприятий. Ректор подчеркнул, необходимо отработать совместно с республикой отдельную программу поддержки ВУЗов. От этого зависит судьба каждого сотрудника университета. К другим новостям. Казанский федеральный университет участвует в создании научно-образовательного центра мирового уровня в республике Татарстан. Подробности в следующем сюжете. 22 и 23 апреля при участии Казанского федерального университета состоялось совещание по организации деятельности научно-образовательного центра мирового уровня в республике Татарстан. Напомним, центр был создан в феврале 2020 года по поручению президента республики Татарстан Рустама Мениханова. Центр объединяет ВУЗ, научные учреждения и предприятия, работающие в реальном секторе экономики. Совещание прошло дистанционно по видеосвязи. Сотрудники Казанского федерального университета выдвинули предложение по перспективным направлениям деятельности научно-образовательного центра. По мнению экспертов, и эксперты были из Москвы и Санкт-Петербурга, доклады Казанского федерального университета были отмечены как наиболее содержательные, имеющие под собой серьезно фундаментальную научную основу и продемонстрирующие высокую кооперацию с реальным сектором экономики. 27 апреля в рамках развития научно-образовательного центра Казанский федеральный университет посетил заместитель премьер-министра республики Татарстан, министр сельского хозяйства и РТ Марат Зибаров. Ректор университета Ильшат Гафуров ознакомил гостя с научно-исследовательской базой научно-образовательного центра фармацевтики и институтом экологии природопользования КФУ. На самом деле мы сегодня с коллегами посетили Казанский университет, лабораторию, которую нам сегодня показали. Вот уже как мы сейчас за кругом столом общались, много интересного, огромная база, очень серьезное оборудование. После знакомства с возможностями университета в научных исследованиях состоялся круглый стол под приседательством ректора Ильшата Гафурова. На нем обсудили перспективы сотрудничества КФУ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Создание НОЦ не такой простой вопрос оказалось. У нас у всех разные понимания. Промышленники говорят, а что мы от этого будем иметь. Но НОЦ это о науке, он через Миноборнауки и финансируется. Поэтому если мы хотим в том числе подтянуть и отраслевую науку, то мы должны в этом направлении работать. Марату Зибару представили разработки Казанского федерального университета. Проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов рассказал о биотехнологических проектах. Руководитель Центра исследований разработок интеллектуальных транспортных систем КАМАЗ-КФУ Дмитрий Чекрин выступил с предложениями о цифровизации агротехники. Директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская рассказала о новых разработках в области сельского хозяйства. Обязательно мы сейчас определим круг людей, направление проблемных точек наших, которые совместно с КФУ мы в ближайшее время найти точку соприкосновения и, конечно же, дать результат и решить все эти проблемные моменты. На самом деле, огромное спасибо. Вот и Шатровка с командой пообщались, мои коллеги пообщались. Есть над чем работать, хочется сказать. Диана Желенкова, Лев Халиулин, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается акция по раздаче продуктовых наборов студентам, оставшимся в общежитии на самоизоляции. Подробности далее. Раздача продуктовых наборов иностранным и иногородним студентам Казанского федерального университета, оставшимся в общежитиях на время самоизоляции, идет полным ходом. С целью поддержать студентов на самоизоляции в это непростое время, ректор Ильшат Гафуров поручил организовать акцию по раздаче продуктовых наборов. Благодарим за то, что была инициирована такая помощь и были сделаны какие-то усилия для этого. А вот набор меняется каждый раз, да? Да. А сегодня что? Сегодня нам выдали, получается, куречку, то есть мясо, также масло, подсолнечное, хлопковое. 27 апреля свои продуктовые наборы получили обитатели общежитий в кампусе деревни Универсиады. Каждый студент получил пакет с картошкой и луком, набор бытовой химии и пакет с продуктами первой необходимости. Это крупа, курица, чай, сахар, сливочное масло, консервы и пряники. Потому что сейчас время тяжелое, но нас не оставляют, спасибо руководству, потому что действительно у многих ребят плохое состояние, то есть они действительно нуждаются в этом. В принципе мы все, наверное, потому что мы студенты, и сейчас время такое, когда выходить даже не хочется на улицу, и немного страшно, вот, очень хорошая инициатива. А почему плачевное состояние? Потому что у многих ребят проблемы с деньгами, сейчас все притормозилось, работать не могут. Напомним, что ректор Лешат Гафуров ранее заявил, что раздача продуктовых наборов – это не разовая акция. Она будет продолжаться до окончания режима самоизоляции, а также набор продуктов будет еженедельно меняться. Также ректор отменил плату студентам за общежитие в этом месяце, а также снизил стоимость на 50% на продукты в магазине деревни Универсиады. Все это сделано для того, чтобы поддержать студентов в это непростое время. Лев Диденко, Ленар Довлетьяров, Универньюс. База выпускных квалификационных работ КФУ оказалась продублирована на ресурсе, выставляющем на продажу дипломы. Студенты стали публиковать посты со скриншотами их работ в сети и хэштегом «Узнай, сколько ты стоишь». После публикации в Инстаграм выпускники создали инициативную группу с целью борьбы с биржами курсовых работ. Мошенники скачали готовые тексты с сайта Казанского университета. Все выпускные квалификационные работы публикуются только на официальном сайте университета и только с целью защиты прав авторов. Открытость работ в широком доступе дает гарантии того, что в дальнейшем использовать материалы данных работ без согласия автора никому не удастся, так как скопированная работа не пройдет проверку на антиплагиат. Эта продажа абсолютно бессмысленна. Она ничего не дает, потому что воспользоваться этой работой уже нельзя. Она находится в открытом доступе. Сейчас все выпускные квалификационные работы во всех высших учебных заведениях Российской Федерации должны проходить проверку на систему антиплагиата. И если кто-то купил вашу работу, выдал ее за свою и пытается ее представить как собственный труд, то у него ничего не получится, поскольку система антиплагиат тут же найдет совпадение с той работой, которая опубликована на сайте Казанского университета, и ничего хорошего для человека, воспользовавшегося этой нелегальной копией, не сулит. Ознакомление с выпускными и квалификационными работами обучающихся способствует признанию качества образования в КФУ. Каждый работодатель может просмотреть работы и оценить компетенции выпускников. Если работа действительно написана, хорошо опубликована, на сайте размещена, то каждый может посмотреть, какого уровня работы, во-первых, выполняются в Казанском федеральном университете, каков личный вклад автора, работодатель может оценить все компетенции и так далее. Аспирант КФУ вошел в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Форбс. Подробнее о молодом гении расскажет наш корреспондент. В свои 26 лет Буладзе Мали входит в топ-100 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Форбс. Будучи аспирантом Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета, молодой человек также является уполномоченным по технологиям искусственного интеллекта Республики Татарстан и советником профинного министра. Я курирую именно чистое связанное с искусственным интеллектом и в область имени компетенции входит различные задачи, совершенно начиная от прикладных и заканчивая формированием стратегии, политическим регулированием. Буладз Малиев курирует стратегию внедрения технологий искусственного интеллекта Республики Татарстан. Молодой человек активно внедряет проект «Цифровая деревня». «Цифровая деревня» – это такая экосистема для сел и деревень, которая предоставляет сельским жителям доступ, в первую очередь, к тем же товарам и услугам, которые есть у городских жителей, опять же, технологиями искусственного интеллекта, которые помогают организовать магазин, и при этом там нет обслуживающего персонала, то есть не требуется обслуживающего персонала. На этом у меня все. Продолжайте оставаться дома и смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин